Константин Коровин. Колька. Скользят ноги на синей грязной дороге. В деревне бабы, окутанные теплыми платками, в тулупах, закрывают соломой избу на зиму. Для тепла закрывают. И грустно, горько глядят жалкие окна избенки. На долгую зиму залезает туда вся семья крестьянина с детишками. Давно Авдотья не получала письма от мужа с войны. — Нет от Андрея вести. Убили, не убили, кто знает. Около стоит ценишка Колька. Горят глазенки мальчишки. Слушает, как рассказывает мать. На ногах у него большие грязные сапоги отца. Он поглядел на мать, пошел за избу едва, передвигая ноги, и сел у плетня. Задумчиво смотрел на сапоги и тихонько говорил. — Тятька, убили знать тебя. Тятька, а может, нет? И Колька рукой гладил сапог. И глядел на грязную дорогу, которая идет далеко, заворачивая в темный лес. И каждый день сидит Колька у плетня, и все смотрит вдаль, на поворот дороги. Он гладит холодными ручонками отцовские сапоги, и в глазах у Кольки блестят слезы. Текут по носу. Рукавами в ватной коцовейке трет он нос. Мать велит Кольке заварить корове пойло, нарубить хворосту, сходить за водой. И Колька опять норовит к плетню уйти, поглядеть. Любил Колька отца. У кого бы спросить о нем? Раз спросил у кузнеца, а тот пьяный был. А чего, говорит, тебе, ежели и убили? Война. Не пишет письма, значит, убили. Даст пойло корове Колька. Посмотрит ей в глаза. Корова не знает. Баран тоже. Собака соседняя, кривая, волчок, тоже не знает. Любил ее Колька. Помнил, отец ее гладил. И Колька гладил собаку. Придет в избу, положит в углу избы тядькин тулуп и ляжет на него. И тулуп-то вроде как отцом кажется ему. Сапоги поставит рядом рваные, большие, отцовские. Как-то лучше душе. Теплей. Отцовская толкова. И смотрит ночью Колька открытыми глазами в темь. И кажется, ему отец приехал. На нем рубаха новая, пояс. И глядит на него отец. И Колька баранку ест. Отец дал. Хорошо с отцом быть Кольке. И собака кривая тут же. Помнит Колька, как отец ему маковые лепешки привез. Сам не ел. Все ему отдал. Сидит отец за столом и долго деньги считает. Серебро и бумажки. Семь рублев, говорит. Мало получил. И ему семитку дал. Только у Кольки семитку эту украли. А теперь к матери придут бабы. Торочут, торочут. Сирота, говорят. Показывай на Кольку. А мать плачет. Упало сердце у Кольки. Убили отца, значит, думает. Пришло письмо Семену. А от отца все нет ничего. Уж выпал снег. Приехал я как-то из Москвы в мой деревянный дом. И вечером вошел ко мне в комнату дедушка, сторож моего дома. И говорит. Вот пришел Колька Авдотин, что с краю к вам. Это Колька, у которого отец на войне? Да, говорит дедушка. Тот самый. Ведь он, помните, с ребятишками ходил с вами, когда вы списывать картину ходили. Ящик ваш носил, а то зонтик. До войны. Больно об отце тужит. Убили, знать отца-то. На войне. Объем слуха-то нет. Позови его сюда, говорю я дедушке. Тихо вошел ко мне Колька и в руках держал шапку. Он вырос и большими карими глазами смотрел серьезно и пристально на меня. Здравствуй, Коля, говорю. Он молча стоял и смотрел. Большие ресницы, глаз у него слиплись, и худые и бледные щеки как-то встрагивали. Кистентин Алексеевич, сказал Колька. Я хотел тебя спросить. Значит, отца мы его убили на войне? Дедушка вышел. Слышь, вот что, продолжал Колька. Ежели так вышло, что убили его, то значит, он теперь там, у Бога. У престола, значит, сидит. И вот еще что. Скажи, сделай милость теперь мне. Где эта война есть и как туда дорога идет? По машине, значит, ехать надо? Так что я хочу попытать, значит, отца найти. А ежели что, пущай меня кончают. Так что я тоже у престола сидеть должен буду. Эту муку я тут и ни по чем снести не могу. Чего мне тут-то делать? И зачем мне тут-то зря болтаться? Как? Ты, значит, на войну хочешь ехать, Коля? Во-во. Да как это надо ехать, дело мне незнамо. Коля, тебя не возьмут. Ты же мальчик, говорю. Молод ведь? Нет, возьмут. Я что-нибудь буду там пособлять. Драться мне где же. А так, кому что надо, носить я могу. Али пошлют куда. Как же это ты отца найдешь? Где он? В какой части, ты знаешь? Знаю. Сапер он. Более ничего. Этого не говорите тут, а я уйду. Вот собаку вот тоже охота, кривого-то взять. Он тоже отца знал. Он бы рад был. Я и полушубок возьму. И сапоги его, Анна, и новые есть. Колька говорил так просто и ясно. И восторженное лицо его было бледно, и искрились большие глаза. Он поднимал руку кверху над собой, когда говорил, у престола буду сидеть с отцом, и я сидеть. Почему сидеть? И смотря на него, я не знал, что ему ответить. Потом сказал. Послушай, Коля, у тебя мать. Ты один сын. Ты ее жизнь. На кого же она останется? Ты ее надежда. Подумай, мать-то оставишь. Да это все верно, сказал Колька равнодушно. Только я никак не могу. Чего здесь делать? Только я уйду, вы не говорите никому. Прощайте. Вдруг сказал Колька и ушел. Через три дня дедушка-сторож утром сказал мне. Колька-то в ночь ушел и собаку кривую вел с собой. А как же мать-то? Что же она, спрашиваю я у дедушки? Плачет, ответил дедушка. Говорит, ничего с ним не сделаешь, давно затеял. Отец, говорит, зовет меня. Чего? Сапоги взял его новый и тулуп. Мать, думает, вернется. Он ведь вне себя пройдет. Да нет, слышь? Да нет, слышь. На машину сел с солдатами. Жандар на станции видал, так сказывал конвойный и его взял. Нельзя знать по эдакому делу отказ чинить. Ведь он мальчик, говорю я. Сколько Кольке лет? Тринадцать, ответил дедушка. Через месяц вечером вошел ко мне сторож дедушка и сказал, что мать Колькина, Авдотья, пришла и принесла письмо мне про честь. От мужа получила. Ко мне вошла Авдотья. Женщина высокого роста подала мне письмо и фартуком закрыла глаза. Я читаю. Любезной супруге моей Авдотьи Михайловне, земным поклоном кланяюсь. Любимому сыну моему, Миколаю Григорьеву, шлю отцовское благословение на послушание матери своей и почтение родительское. Сохранять в вере святой. Штуковую рану и сквозь лежу в госпитале 2-м гренадерского дивизиона. Рукою немощью жду часа приставиться к престолу Творца Всевышнего. Отдай Авдотье сапоги новые Миколаю, пускай сенца вставит, по ноге, может, придется. Суконну поддевку продай, смотря обманом не обманись. Мене двенадцати не отдавай. Зима. Засыпала снегом. Вижу я на деревне в сумерках светятся огоньки в окнах изб деревенских. В окне избы Авдотьи не горит огонь. Стоит Авдотья в рваном тулупе у плетня и смотрит вдаль дороги на поворот в лес. Долго смотрит. И пойдет домой, наклоняя голову. Затеплит лампадку у иконы, покроет скатертью стол. Накрошит редьки, польет квасом, сядет за стол. Напротив положит ложку. И говорит. Поешь, Андрюша. Найдет ли Колька тебя? Где я найти? Убили знать тебя вороги. Не хочу я чай без тебя пить. Не буду. Говорил, Колька найду отца. Да где я же? Мал он еще. До престола дойду, а найду, говорил. Где ж найти? Эх, горе! Вот оно что! Рать на рать идут. По что велел архангел? Поешь со мной, Андрюша. Люб ты мне. Ох, люб. Светел, как синее утро. Ишь, красав тебе, какая нездешняя. Кровины нет ни капли в тебе. Полил землю родиму. И все говорит, говорит Авдотья. Заполны чужая. К утру заснет за столом. Утром затопит печь и ничего для себя не печет. Неохота. Кому есть, для кого готовить. Пожует краюху хлеба и пойдет к плетню. Посмотреть на дорогу дальнюю. Никуда не ходит в гости. Да и к ней никто не идет. Скучно. Эх, говорят, Авдотья горе мыкает. Все ждет. Думает, муж приедет. Да приедешь от Телева. Эх, там чего. Немцы, турки, арапы. Еще хранцуж, да штанглицы им. Их, сколько их на Россию идут. Где ж тут вернуться? Нет, не вернется. Потом деревенские говорили. На холмах Галиции к утру смог вой артиллерии. Шел долгий бой. В окрестностях Кременца снесен артиллерийским огнем какой-то городок. Кусок церковки белеет, как срезанная пасха. Мусор разбитых домов, щебень, грязь, глина. Кое-где торчит остаток печи. Стая воронья носится и с криком опускается кучей, отыскивая добычу. Из глины и мусора выглядывает грязный сапог, и в нем часть ноги. Расшиб снаряд, и человека нет. Около сапога собака кривая, волчок. Не дает клевать воронам ногу. Смотрит волчок одним глазом, и в глазу кривой собаки скорбь тяжкая и недоумение. Глядит, сядет, поднимет морду кверху и тихонько завоет. Издох кривый волчок. У сапога друга своего Кольки. Константин Коровин. Колька. Рассказ читал Илья Бледный.